Добрый день, друзья! Неделю назад прошла информация, которой я поначалу даже и не поверил. Западноевропейская компания Юринко в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых хвостов с немецкой уранообогатительной фабрики в городе Гранау. В документе властей немецкой земли Северной Рейн-Вестфалия сказано, что с 2019 по 2022 годы в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов. Это более тысячи контейнеров и примерно 20 железнодорожных составов. Кроме того, с мая по октябрь 2019 года из Гранау на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске в Свердловской области уже было отправлено 6 железнодорожных составов по 600 тонн, то есть около 3,6 тысяч тонн урановых отходов. Обратите внимание, 6 составов уже приехало, и никто не в курсе. По словам Рашида Алимова, эксперта, речь идет о том, что под видом дообогащения в страну вводятся фактически радиоактивные отходы. От вального гексавторида урана уже накоплено очень много. Площадки, где контейнеры хранятся под открытым небом, можно увидеть на спутниковых снимках из космоса. Нужно доказывать, что фактически идет импорт радиоактивных отходов. По старым контрактам выходит, что перевод в химически менее активную форму для хранения стоит для западных компаний дороже, чем просто отправка его в Россию. То есть, как обычно, вопрос этого бардака просто в цене. Причем в данный момент российское законодательство прямо запрещает ввоз иностранных радиоактивных отходов. В Германии же, в свою очередь, законы не позволяют вывозить отходы в другие страны. Как же такое стало возможным? Атомщики заявляют, что они якобы принимают не отходы, а химическое сырье, которое будут дальше использовать. При этом, согласно российскому законодательству, отходы – это то, что больше не предполагается использовать. То есть, ввоз радиоактивных отходов стал возможен благодаря переименованию отходов в сырье. Вы представляете, какие эффективные манагеры? Они слово «отходы» заменили на «сырье». И теперь все, можно радиоактивные вещества возить в Россию в огромных объемах тысячи тонн. Но то, что это именно отходы, очень легко доказать. За сырье покупатель платит поставщику. Здесь же все наоборот. Это Германия поставляет и еще и доплачивает. Значит, это вещество отходы. И вот проходит неделя, и в самом деле с вокзала Мюнстера отъехал радиоактивный состав компании «Юренко». Процесс отправки поезда с завода «Гранау» был заснят немецкими активистами и журналистами. Предполагается, что урановые хвосты направляются в порт в Амстердаме, откуда по морю их доставят в Петербург, а затем на поезде отправят в Новоуральск, где их и захоронят под открытым небом в условиях постоянного риска утечек радиоактивного и химического заражения окружающей среды. На вокзале Мюнстера процесс отъезда состава с опасным содержимым сопровождался акцией протеста участников антиатомного движения Германии. Немецкие экологи требуют закрытия атомных электростанций в Германии и прекращения вывоза радиоактивных отходов в Россию. Пусть их и называют не отходами, а сырьем для переработки. Вы только вдумайтесь в абсурдной ситуации, друзья. В Германии активисты выходят на улицы, а в России гробовая тишина. Где логика? Более того, я-то в целом поддерживаю атомную энергетику, если она чистая и высокотехнологичная. Но ввози чужие отходы. Когда мы не успеваем переработать свои, когда у нас они просто накапливаются под открытым небом, вдруг оказывается, что они там стоят десятилетиями с угрозой утечки, это как минимум требует немедленного разбирательства надзорных органов, кто и как это вообще допустил. И ведь очевидно, что тема табуирована, иначе бы они и давно и широко рассказывали. Поэтому я прошу вас, друзья, проявить активность и распространить это видео. Нам надо держаться вместе, только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев, до встречи уже завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok